Всем привет! Это Asatura. Я вновь вывел на белой даче и снимаю презентацию на 118-й бензин F20 в комплектации M Sport Shadow. Эту комплектацию я также снимал. Здесь у нас новый цвет, который ранее я вам не показывал в этой версии, в 118-й. Это серый минерал металлик. Почему я делаю такой акцент на эти автомобили? Потому что на сегодняшний день на них действительно очень выгодное предложение. И, собственно, это подтверждается высоким спросом и тем, как автомобили разлетаются. На момент съемки вот этой 118-й в наличии остались, по сути, из свободных это либо белая машина, либо вот такой вот цвет серый минерал. Цена, кто не помнит, 1 570 000 рублей. На мой взгляд, более чем интересная, учитывая конкурентную среду этих автомобилей, учитывая уходящий кузов и то, что это последняя заднеприводная единичка, вы уже, возможно, даже могли наблюдать новую единицу, ту, которая будет на передней платформе. На переднеприводной платформе я ее выкладывал в своем инстаграме и автомобиль. Но в целом, по меркам переднеприводных хэтчбеков неплохой, интересный, наверное. И салон побогаче, тоже стал как-то понарядней. Но когда мы говорим про ощущения от езды, от управления, конечно, те ощущения, которые даст вам вот эта единичка, даже несмотря на далеко не самый мощный полуторалитровый трехцилиндровый двигатель, они не сравнимы ни с одним другим автомобилем, потому что единичка F20 едет как полноценный настоящий взрослый автомобиль. Развесовка 50 на 50, компоновка, когда у вас двигатель стоит не поперек подкапотного пространства, а вдоль, продольно. Далее продольно к нему пристыкована коробка передач, причем коробка не какой-нибудь там робот, вариатор или еще что-то. Это самый настоящий классический гидротрансформаторный автомат ZF, восьмиступенчатый, такой же, как и на всех других моделях BMW. Будь то там тройка, пятерка, X7 или даже Rolls-Royce, там тоже стоит восьмиступенчатая коробка ZF, только другая модификация. Ну так вот, соответственно, привод у нас идет на заднюю ось, ведущие задние колеса, управляемые передние, за счет чего и достигаются те самые ощущения чистой, чистой управляемости, когда у вас передние колеса и усилие на руле ничем не замутнено, то есть нету вот этой дополнительной тяги на колесах, поскольку они не ведущие, они максимум отвечают только за поворот автомобиля, поэтому рулевой очень чистый, очень приятный, автомобиль крайне понятен в управлении, особенно учитывая, что вы сидите ровно по центру, то есть если посмотрите так в профиль, водитель сидит четко по центру автомобиля, посередине колесной базы, и в том числе за счет этого получаете тот самый, ну, очень приятный опыт вождения. Переходя конкретно к автомобилю, еще раз напомню, это цвет серый минерал, он по-другому его можно назвать как мокрый асфальт, но такой достаточно красивый, с легкой синевой, не слишком темный, не такой темный, как какой-нибудь черный цвет, и в этом как раз, наверное, и является его фишка. К сожалению, уже солнце садится, поэтому не могу вам показать именно под яркими солнечными лучами, но вот даже так, я думаю, что в целом вам, наверное, будет понятно, что из себя эта окраска представляет. Красивый цвет, хорошо подчеркивает рельеф и объемы кузова, особенно M-пакета, но при этом не такой все-таки проблематичный, как, к примеру, черная окраска, за которой, конечно, нужен глаз да глаз, определенный уход, полировки и так далее. Серый минерал, на мой взгляд, один из самых таких симпатичных вариантов окраски для F20, для единички. Поскольку у нас версия M-Sport Shadow, приставка Shadow подразумевает под собой наличие определенных черных элементов кузова, в частности, решетка радиатора уже завода стоит черная, по типу M-Performance. У нас оптика идет светодиодная, без каких-то наворотов адаптивов, просто светодиодная, линзованный блок, здесь и ближний, и дальний. Вот этот внутренний блок, он не светится, он чисто декоративный. Кольца ходовых огней имеют такой же объем и рельеф, как на старших дорогих моделях, тоже визуально, это, конечно, немного делает симпатичнее данную оптику. Но особенность именно версии Shadow, уже говорил, в том, что вся вот эта подложка, вот эта внутрянка, она идет черная, а в других версиях она была бы просто такая серебристая. За счет этого фары смотрятся немного глубже и свежее на фоне других единичек. Противотуманки у нас полностью светодиодные в нижней части бампера. Ну и колеса тоже одно из украшений именно вот этих 118-х, потому что, к примеру, на 120-х тоже есть 18-е колеса, но дизайн там совсем другой. Если мы сравниваем с вот этими дисками по дизайну, объективно, на мой взгляд, вот эти колеса выигрывают. Симпатичные двухцветные B-Color, то есть та самая мода, которая сейчас идет вовсю на других моделях BMW, в том числе на новой трешке, здесь она уже присутствует. Внутренняя часть черная глянцевая, внешний элемент такой красивый полированный алюминий. Даже есть болты секретки, что сейчас на самом деле довольно большая редкость. Тормозные механизмы без каких-то наворотов, М-тормозов здесь нет, это обычные стандартные тормоза. Могу так сказать, для 136 силы, для динамики этого автомобиля, который является в районе 9 секунд, я думаю, что этих тормозов вполне хватит. Кому их будет мало, ничто не мешает, да, сносить автомобиль М-Перформанс тормозами, что периодически я мог наблюдать у своих там знакомых по клубу первой серии, когда у меня была единичка. Были у меня друзья, которые дооснащали, в целом отзывались неплохо об М-Перформанс тормозах, хотя, на мой взгляд, даже этих вполне будет достаточно для такой адекватной повседневной езды. Пороги в М-Пакете также смотрятся интереснее, нежели на базовых версиях, потому что они имеют вот такие красивые выступы, то есть особо посадке это никак не мешает, но визуально машина смотрится намного интереснее, то есть они такие, как легкие крылышки, которые при этом загибаются к заднему колесу и создается такая некоторая легкость профиля автомобиля, действительно красиво это все смотрится. Плюс с рестайлингом они добавили вот эту нижнюю планку в черном глянце, потому что у копеек не бывает полноценного шедоу-лайна, то есть вот этой окантовки черной глянцевой просто не существует на пятидверных копейках, и ранее в М-Пакете шли в глянце только вот эти вот поперечины, сейчас же добавили еще нижнюю планку черно-глянцевую, и, конечно, это добавляет виду автомобиля некоторые, но дороговизны. Ну и сзади мы видим затемненную оптику, фонари у нас такие, сразу видно, что более контрастные, менее томатно-красные и с леобразным дизайном, симпатичные ходовые огни, но остальное это лампочки, поворотники лампочки, там, по-моему, задний ход тоже лампочки, ну то есть особо в плане диодов не заморачивались, хотя вот основное это габариты, над ними постарались, и мне очень нравятся они, потому что они похожи на габариты у шестой серии купе и гран-купе, вот кто помнит именно F12, F13, эти пузова, то есть у них после рестайлинга похожий дизайн оптики появился задний, и смотрится довольно симпатично все это. Задний бампер имеет интегрированный такой диффузор, псевдодиффузор, конечно, темно-серого цвета, в него же встроены катафоты, ну и выхлоп это одна труба черного глянцевого цвета, в целом образ автомобиля, вот этот довольно агрессивный М-бампер задний, дополняют внешний облик автомобиля, и смотрится это все нарядно, смотрится действительно по-спортивному, хотя, конечно, Шильдик 118 об этом нам с вами не говорит, но с другой стороны, если вы пересаживаетесь на такой автомобиль, как правило, с какого-нибудь японского или корейского автопрома, или просто с другой, далеко не самой мощной машинки, то уж для вас этой динамики и настроек двигателя, коробки, шасси будет более чем достаточно, чтобы в реале получать удовольствие от вождения. Кому-то 9 секунд до сотни уже покажется чем-то далеко не сверхъестественно интересным, и кто-то, может, даже уснет от такой динамики, но я знаю очень много людей, кто там мощнее, чем 100, 120, 130 сил, ни на чем толком не ездили, для них, поверьте, вот такой автомобиль, хоть и 136-сильный, но все же турбированный, с неплохим крутящим моментом, там 200 с хвостиком ньютон-метров, даже он покажется более чем интересным по динамике, и достаточным, потому что не всем нужны гонки, многим нужен просто симпатичный, безопасный, надежный и продвинутый автомобиль, чем, собственно, единичка и является, особенно если мы говорим про безопасность, я редко затрагиваю эту тему в своих презентациях BMW, поскольку, ну, это, на мой взгляд, очевидно, хотя, как показ практики, все-таки не так очевидно, но объясню, почему для меня это очевидно, потому что любая BMW, которую вы не покупаете, будь то самая дешевая, самая простая единичка или самая богато укомплектованная «семерка», любая BMW в базе имеет шесть подушек безопасности, это фронтальная водительская подушка, это пассажирская передняя подушка, это две подушки в передних сидениях для защиты ребер при боковом ударе, ну и шторки на передние и задние окна, соответственно, это считается как шесть подушек, и без разницы, будь то единичка, или там X7, или M5, везде все одинаково, во всяком случае, на нашем рынке. На американском бывает еще, по-моему, коленная подушка, но в Европе к ней относятся не очень хорошо, потому что есть определенный опыт, когда эта коленная подушка может выбивать коленные чашечки, но не хотелось нагнетать негативы, но все же, здесь этого нету, и на мой взгляд это, наверное, даже плюс. И опять же, если мы говорим про прочие системы безопасности, особенно электронные, там всевозможные системы стабилизации, контроль экстренного торможения, помощники экстренного торможения, противооткатные системы, курсовая устойчивость и прочее, прочее, то есть целый комплекс электронных систем в BMW, это все в базе, то есть вас не просят доплатить за стабилизацию, вас не просят доплатить за какого-нибудь помощника, именно связанного с безопасностью движения, но я сейчас не говорю про активные системы, типа автоторможения, или там удержание в полосе, нет, это, конечно, уже относится не к помощникам, скорее к ассистентам. За ассистенты платить придется, и это далеко не каждому покупателю, наверное, нужны эти функции, поэтому за них мало кто готов переплачивать, и по этой же причине мы их очень редко видим в наших автомобилях, особенно в недорогих. Но все, что касается такой повседневной безопасности, там стабилизации и так далее, АБС и прочее, прочее, это в любой BMW будет в базе, поэтому я особо никогда этому не уделял внимания. Но есть еще и непрямые акценты, аспекты, подтверждающие все-таки определенную безопасность автомобиля BMW, и к таким я, наверное, отношу довольно длинный передний капот. Как вам прекрасно известно, чем больше зона сминания, чем длиннее капот, тем в том числе безопаснее автомобиль. Ну, никто физику не отменял, само собой, тяжелая машина и легкая машина в случае столкновения, даже при идентичной безопасности, там, по звездам и смотреть, по рейтингу, по факту поведут себя иначе, потому что масса все равно влияет, и габариты автомобиля, длина капота, пропорции автомобиля, это все напрямую влияет на безопасность. В этом плане такой небольшой, но плюсик в сторону единички за счет длинного капота, длинного переднего свеса, на мой взгляд, есть. Смещенная назад кабина, управляемость, развесовка 50 на 50, как уже сказал, все эти вещи, они также способствуют более безопасной езде, причем, если вы начитались интернетов, насмотрелись роликов и считаете, что задний привод это самый опасный привод зимой, то я вас огорчу, я вас, наверное, расстрою, а может быть, открою вам глаза и скажу, как есть. Я проездил на единичке 6 лет, накатал около 160 тысяч километров, она была заднеприводная, и я вам так скажу, задний привод это самый безопасный привод зимой. Банально по той причине, что, когда у вас машина заднеприводная и такая продвинутая, с такой продвинутой электроникой, как BMW, и как, в частности, это единичка, она вам просто не даст развить ту скорость и те ускорения в поворотах, которые могли бы привести к каким-то печальным последствиям. И как только у вас начинается малейший намек на снос, система стабилизации корректирует автомобиль, и не дает этому сносу развиваться, заносу развиваться. Поэтому машина просто физически не дает вам делать те действия, которые могут привести к каким-то плачевным последствиям. Если же вы все-таки переборщили со скоростью, но тут вас ни полный, ни передний привод не спасет, как только вы срываете автомобиль в занос, именно сильно переборщив со скоростью, они все теряют управление. И далее уже вопрос, как поведет себя автомобиль. Переднеприводный автомобиль под сброс газа начинает закручиваться. Если стабилизация не сработает, понятное дело, что машина может развернуть и закрутить. Полноприводный автомобиль также непредсказуемый, потому что вы не знаете, как он себя поведет, как переднеприводный или как заднеприводный. То есть у него характер может меняться и в том числе зависит от развесовки машины. Заднеприводный автомобиль ведет себя более прогнозируемо, особенно когда развесовка 50 на 50, как здесь, потому что как только вы переборщили со скоростью входа в поворот, у вас не передок, не передняя часть машины уходит наружу поворота, а именно задняя. То есть она плавно начинает выходить за поворот. И когда происходит этот плавный выход за поворот, даже если предположить, что вы полностью отключили систему стабилизации и машина никак не может повлиять на происходящую ситуацию, если вы контролируете, что происходит с автомобилем, то вы можете и газом, и рулем спокойно ее стабилизировать и выровнять. Если вы вдруг не контролируете, но при этом не прибегаете к торможению, то автомобиль опять же выровняется, как только вы бросите газ, поскольку инерция повлияет, потянет машину, потянет заднюю за собой, и она стабилизирует автомобиль. А если же вы еще и ударите по тормозам, то когда вы бьете по тормозам, даже при выключенной стабилизации она у вас срабатывает. Это тоже очень важный момент. То есть автомобиль, как я вам уже сказал, не дает развиваться тем ситуациям, которые могут привести к каким-то опасным последствиям. И в этом плане реально задний привод самый безопасный. В свою очередь минусом заднего привода является то, что недостаток сцепления с дорожным покрытием именно задних колес при трогании с места, конечно, может привести к тому, что вы просто застрянете где-нибудь во дворе. Если, к примеру, была очень снежная погода, завалила город снегом, потом в какой-то момент это все подтаяло и к вечеру замерзло, примерзло, то да, тут может получиться так, что у вас просто задние колеса не провернутся, не хватит им сцепления, либо если у вас липучка, то машина может пробуксовать и встать на месте. Но в целом передний привод тоже не панацея, даже на полном приводе умудряются застрять. Поэтому, опять же, это вопрос больше к условиям эксплуатации, каким-то частным случаем не каждый день бывают метели, бывают такие ситуации, когда вы можете закопаться. Поэтому все же задний привод в этом плане имеет право на жизнь, хотя, к сожалению, рынок все-таки такие вещи не оценивает и предпочитает более дешевый, более, может быть, понятный в плане зимы передний привод. И по этой же причине по всему миру в целом единичка является для BMW достаточно, наверное, убыточной. И по этой же причине маркетологи приняли решение перевести ее на переднеприводную платформу. Поэтому будущая единица это будет совсем другой автомобиль, с совсем другим дизайном, другим внешним видом, компоновкой, ну и в том числе повадками на дороге. Посмотрим, если к нам ее привезут, с удовольствием покатаюсь, оценю, сравню. У меня свежище воспоминание от моей единички, поэтому смогу максимально объективно сказать, в чем разница между ними и настолько ли этот автомобиль плох или хорош. Посмотрим. Давайте покажу внутри. В целом машина без каких-то изысков по оснащению. Здесь нет никаких наворотов, мультимедий крутых, но опять же, поскольку мы говорим об этом автомобиле как машине, на которую скорее всего будут пересаживаться какого-нибудь японца или корейца, то есть просто за вполне вменяемые полтора миллиона рублей купить опять же не какого-то богато оснащенного Киа, Хионды и так далее. А в чем-то себе уступить, но выиграть в другом, выиграть в автомобиле, выиграть в ездовых качествах, выиграть в удобстве, в сидениях. И как раз сидение это действительно одна из таких весомых причин купить этот автомобиль, потому что это одни из лучших сидений, которые были в таком классе машин, в гольф-классе. есть регулировка коленная опора выдвижная, есть возможность менять угол наклона сидения, то есть вы можете его задрать, либо наоборот наклонить максимально горизонтально поставить. По высоте, по наклону спинки конечно же регулируется, боковая поддержка электроприводом настраивается, вы его можете плотнее зажать, либо наоборот распустить. И в целом это сидение стоит довольно низко, если вы любите спортивную посадку, низкую посадку с вытянутыми ногами, то единичка вам это даст. Причем особенность всех BMW, вот эта зона, площадка ног, где у вас педали, она утоплена, она не вровень с полом, а вот даже здесь можно заметить, что она уходит чуть вглубь. За счет этого достигается очень удобная и комфортная посадка и в том числе управление автомобилем. Педаль газонапольная, мало где вы можете это встретить, особенно в гольф-классе, как правило там всегда подвесная педаль. Кто пользовался, кто знает, и в принципе по немецким автомобилям тот оценит, что это действительно очень такой мелкий, но приятный и удобный аспект управления автомобилем. Я, к примеру, автомобили с подвесной педалью газа просто не могу воспринимать, они мне кажутся сразу уровнем ниже, классом ниже, даже если это будет какой-нибудь достаточно дорогой и солидный автомобиль. Внутри, по интерьеру, ну, здесь, как уже сказал, никаких сверхизысков мы не увидим, хотя, к примеру, М-руль это однозначно украшение данного салона, хоть он уже устаревший по своему образцу, но при этом фактически хуже он от этого не стал, красивый, удобный, с гладкой, приятной кожей волкнапа, действительно, очень такая шершавая, но при этом мягенькая и не скользкая кожа. Мне очень нравится именно вот это рулевое колесо в свое время, нравилось не только мне, но и очень многим другим, поэтому за ним чуть ли не охотились и воровали, в том числе, сейчас, к счастью, вот эта вся история уже сошла на нет, я давно не слышал, чтобы их крали, но может прецеденты какие-то остаются. Здесь управление круизом, причем отдельно с функцией лимит, здесь управление аудиосистемой, громкость, переключение треков, переключение CD, радио и так далее, ответы на вызовы, потому что Bluetooth с громкой связью, здесь, конечно, тоже есть, вот его микрофон, здесь расположен. Ну и приборная панель, приборка, она по типу Black Panel, то есть у вас физические стрелки, они есть, но они спрятаны за этой панелью, визуально, когда приборная панель выключена, кажется, что это просто какой-то цифровой дисплей, но это такая обманка, это, в принципе, очень интересное решение, которое, с одной стороны, дает вам классные, очень читаемые, удобные приборы, причем именно классические, можно сказать, классические приборы BMW, с бело-лунной подсветкой, с хорошей наглядной оцифровкой, но при этом визуально они смотрятся не как-то ущербно, как могли бы, к примеру, выглядеть приборы в той же F30 калининградской, там все-таки вот эта задняя часть, планка, она была просто матовая и сразу было видно, что это обычный аналоговый прибор, здесь же можно даже кого-то ввести в заблуждение при колодце, сказать, смотри, у меня цифровая приборная панель, показать, что видишь, стрелок нету и реально человек может купиться, вот сами посмотрите, действительно выглядит, как будто это дисплей, нарисованные приборы, еще из моментов, из плюсов вот этой приборной панели, она почему-то есть только на единичках, а нету на той же треть серии F30 это цифровой индикатор скорости, вот здесь, где борт компьютера, вот он, можно вывести большой цифровой спидометр, как в мини, к примеру, сделан там точно такой же маленький дисплейчик по центру и точно такой же индикатор текущей скорости, вот это действительно мелочь, но очень приятная, которая позволяет намного комфортнее передвигаться, воспринимать текущую скорость, хотя в целом проблем со считыванием ее здесь нет, но тенденции современные такие, что индикатор цифровой скорости, его научились делать адекватным в плане восприятия, в плане своей работы, не так, как это было лет 10 назад, и сейчас он реально дает полезную информацию о вашей скорости движения, при этом, если вы ставите лимит, вот мне очень нравится, так же, как это организовано на этих моделях, когда вы нажимаете кнопку лимит, у вас появляется такая зеленая рисочка по ободу спидометра, и по мере того, какую скорость вы ставите, вот у вас тариска бегает по спидометру, можно выставить примерно 73 км в час, и физически машина выше заданной скорости просто не сможет разогнаться, то есть, тут у вас педаль газа, пока вы не нажмете ее в пол до кикдауна, вот до этого момента машина просто не сможет разогнаться выше заданной скорости, если нажимаете газ в пол, тогда да, лимит убирается, и автомобиль продолжает свой разгон, вот эта функция, лимит, на самом деле, когда я купил себе первую серию, она для меня стала некоторым откровением, я удивился, блин, это реально очень крутая штука, и даже круиз-контроль не нужен, потому что, что я делал, и что я делаю по сей день, я каждый день, садясь в свой автомобиль, заводя его, уже автоматом выставляю лимит, ставлю лимит, ставлю нужную мне скорость, к примеру, 80 км в час, а можно и вовсе запрограммировать там в сторонних организациях, чтобы у вас просто понажать кнопки лимит, автоматом выставлялась 80, и тогда я могу ехать и абсолютно не смотреть на спидометр, мне этот прибор как таковой уже не нужен, потому что я знаю, что если я не нажимаю газ в пол, то выше заданной скорости, выше 80, я не могу ускориться, соответственно, я не буду нарушать и попадать на камеры замера скорости, если, к примеру, мне нужно ускориться выше, я могу лимит всегда убрать, могу его поднастроить, либо нажать газ в пол, и к этой системе привыкаешь очень быстро, и действительно штрафов приходит намного меньше, особенно если еще и пользоваться в совокупности Яндекс.Навигатором, который подсказывает, и, ну, приятно, вот мелочь, но с появлением вот этого F-поколения, эта мелочь стала стандартной, можно сказать, опцией практически на всех BMW, за исключением X3, F25, и X4, F26, ну, старых X3, X4, сейчас уже везде, и она реально полезная, если вдруг вы ею не пользуетесь, просто попробуйте приучить себя и убедитесь, насколько это нужная и полезная штука, что еще здесь интересного могу вам показать, ну, блок света, он стандартный, тут у нас автодатчик света, нулевое положение, габариты, ближний свет, передние и задние туманки, передние, как уже сказал, светодиодные, регулировка угла наклона фара, автокорректора, к сожалению, нету, не знаю, по какой причине, раньше был, потом убрали, и регулировка подсветки всех лампочек в салоне, яркость всех лампочек можно здесь выставить, настроить, задний дворник вынесен на отдельную поворотную секцию, у кого были до рестайлинговые единички, знали, что там задний дворник включался движением от себя, то есть вы толкаете рычажок, включается задний дворник, но это было чем неудобно, если, к примеру, у вас запачкалось в это время лобовое стекло, а это логично, если вы пользуетесь задним дворником, значит на улице грязно или там сыро, и у вас и переднее стекло тоже будет пачкаться, то когда вы хотели его помыть, тянули на себя рычажок, у вас автоматом выключался задний дворник, вообще нелогично и очень неудобно, теперь же у вас может быть включен задний дворник, и при этом вы спокойно можете помыть лобовое стекло, форсунки здесь их две, и они веерные, очень удобные, вот спокойно может помыть лобовое стекло, и при этом задний дворник остается включенным, единственное, что пока что мне немного непривычно, это то, что первое положение теперь это и есть датчик дождя, Раньше была отдельная кнопка. И чем это неудобно? Тем, что когда была отдельная кнопка, если мне надо было просто смахнуть капли с лобового, я нажимал один раз вниз, и дворники делали взмах. Теперь же, если я включил датчик, то делаю один взмах, у меня датчик автоматом выключается. Не очень удобно то, что датчики, сами прекрасно знаете, не всегда могут корректно срабатывать, иногда могут тупить, и вот приходится постоянно дергаться. Но для чего это сделали? Сделали для того, что если вы, к примеру, не хотите постоянно включать, выключать эти датчики, хотите один раз включить, про него забыть, то установив его в такое положение, вот вы заглушили машину, вот, заглушили машину, вышли, и потом опять завели. Она помнит, ну, по сути, как она помнит, рычажок у вас стоит в этом положении, поэтому она и помнит, что у вас включен датчик дождя, и все. Он у вас как бы всегда активирован. Чуть пошел дождь, он автоматом сработал. Но в целом, может быть, это удобно, требует просто какой-то привычки. Все единички имеют запуск с кнопки, никуда ключ не вставляется, то есть этот момент, он абсолютно справедлив для любой текущей BMW. Над ней клавиша отключения системы Start-Stop, которая глохнет при остановке, в зимнее время она отрубается. Центральный дисплей мультимедийной системы 6,5 дюймов, радиус CD-MP3, борт компьютера, подсказки по автомобилю, справочник, полноценное электронное руководство здесь также интегрировано. Ну и прочий функционал доступен, кроме, конечно же, навигации, экран не сенсорный. Экран здесь обычный, управляется при помощи крутилки iDrive. Вот мультимедийный, тоже удобно расположен, под рукой и вам, и пассажиру будет комфортно ею пользоваться. В целом здесь мультимедийная, хоть и уже не новая, но при этом действительно простая, наглядная и очень понятная. Дефлектор, аварийка, блокировка дверей. Отдельная регулировка холода, тепло есть для климатической установки, то есть вне зависимости от установленной температуры, вы можете сделать воздух в лицо чуть горячее, либо наоборот прохладнее. Собственно, блок аудио без CD-привода, все он упразднен. И блок двухзонного климат-контроля без синхронизации, к сожалению, нет такой функции, чтобы одновременно обе температуры настраивались, поэтому надо индивидуально один и другой регулятор вращать. Есть авторежим, конечно же, и при этом есть возможность менять интенсивность работы климата в автоматическом режиме. Не часто такая функция встречается. Но обогрева сидений, про это рассказывать, наверное, не вижу смысла. Здесь небольшая полочка, подстаканник и пепельный прикуриватель, джойстик коробки передач. Коробка, еще раз напомню, восьмиступенчатый классический автомат. Один из самых надежных, один из самых плавных в своей работе и логичных. И, в принципе, лучшая коробка на сегодняшний день, по моему личному мнению. Пользоваться джойстиком тоже очень удобно. Вы нажимаете тормоз, вы нажимаете кнопку разблокировки, тянете до упора на себя, все, у вас стоит драйв. В комбинации тоже появилось D. Чтобы включить заднюю, просто до упора толкайте от себя, все, задняя передача. Из задней в драйв можно без кнопки переключаться, из драйва влево это будет спорт режим. Если вы ставите на паркинг, вот, к примеру, так и нажимаете на паркинг, то коробка сама встает в исходное положение. Поскольку сейчас транспортировочный режим, машина даже не дает мне поставить спорт режим, либо ручной. Вот, смотри, что происходит. Сама возвращает его в исходное положение. Слева от джойстика у нас кнопка отключения стабилизации, хоть это далеко не самая мощная BMW, но вы можете ее отключить как частично, так и полностью. И кнопки смены режима движения, спорт, комфорт, эко. Насколько я помню, по-моему, вот эти кнопки впервые как раз дебютировали именно на единичке F20, вот на этом автомобиле. После этого уже пошли на всех других моделях BMW и начали еще и меняться. И в чем удобство вот этой клавиши, да, она достаточно простая. Кстати, вы можете в ютубе набрать рекламу BMW, commercial BMW. И там по первой серии очень много было забавных реклам с вот этой кнопочкой. Реально наберите, посмотрите, посмеетесь. У BMW, кстати, одна из самых интересных и смешных реклам, как правило, всегда была. BMW и Mercedes, вот в плане рекламы хороши. Audi как-то постоянно немножко не то делает. Ну ладно. Значит, спорт, комфорт, эко-режим. Спортивным у вас руль становится чуть тяжелее. Педаль газа резче реагирует на нажатие. И коробка переходит в спортивный режим работы. То есть дольше держит повышенные обороты и пониженные передачи, для того, чтобы машина лучше реагировала на нажатие газа. Комфортный режим – это повседневно удобный режим движения. И эко – самый экономичный. Причем в эко-режиме машина может двигаться даже накатом. То есть вы разогнались, отпустили педаль газа, и машина в какой-то момент с текущих оборотов, ну, допустим, с 2000, падает на холостые, и машина едет на нейтралке. Ну, как бы на нейтралке. То есть коробка в этот момент отсоединяет прямой привод на колеса. И за счет этого машина может в долгих поездках сэкономить немало вам топлива. В целом штука достаточно полезная. Эко-режим, он поможет дотянуть до заправки или просто сэкономить определенное хорошее количество топлива. Ну, и за ним кнопка включения парктроников. Либо они автоматом активируются при включении задней передачи, либо принудительно можно их активировать, задействовать. Поскольку здесь и передние, и задние парктроники, чтобы было, к примеру, проще подъехать там, припарковаться максимально близко к какому-то препятству или автомобилю, вот так заранее их можно включить. Ручник самый обычный, механический. Ну, и здесь у нас движной подлокотник. Можно двигать вперед-назад. В нем спрятан USB-разъем и небольшой, в принципе, отсек. Так, поскольку машина в М-пакете, то у нас планки интерьерные идут вот такие металлизированные. Это металл, не пластик. Причем довольно симпатичным дизайном. И за счет того, что это металл, конечно, его можно при желании поцарапать, но служит он в разы, реально в разы дольше. И лучше, чем любая другая отделка. Там всевозможные черные глянцы, дерево и так далее. Поэтому это большой плюс, на мой взгляд, что здесь именно такие металлизированные планки. Ну, и потолок черного цвета. Поскольку это М-пакет, то все ручки, пластик, потолок, они очень симпатичные, обиты вот такой черной тканью, причем даже стойки. Обычно в таких относительно бюджетных автомобилях стойки могут быть просто пластиковые. Здесь же они тоже затянуты в симпатичную ткань. На мой взгляд, единичка свои деньги уж точно отрабатывает. Вот те миллион пятьсот семьдесят, которые сейчас за нее просят. Это очень меняемое положение. Ну, и давайте покажу второй ряд. Сейчас, в целом, сидение настроено под меня. Просто у меня 175 сантиметров. В плане посадки довольно широко открывается задняя дверь. Поэтому даже если вы будете там сажать ребенка, детский крест оставить, в целом это не затрудняет вам погрузку и посадку. Потому что угол открытия двери большой. Проем посадочный. Ну, зауженный, естественно, это связано с не такой большой колесной базой, смещенным назад, в принципе, салоном автомобиля. Но, опять же, по меркам хэтчбеков, по меркам гольф-класса, это вполне, на мой взгляд, нормальный показатель. Вот два крепления изофикс. С одной и с другой стороны. Диван сам трехместный. Есть ремни, есть подголовники. Центральный складной. Чтобы не мешать водителю по обзору, подголовники боковых сидений достаточно мягкие, адекватные. Можно сложить отсюда спинки. Можно сложить только центральную секцию. Есть подлокотник. Ну и с точки зрения самого дивана, могу так сказать, какие-то более-менее долгие поездки здесь вообще можно перенести со вполне вменяемым комфортом. То есть для ног под сидением место есть. Есть куда их засунуть, хотя, конечно, ноги упираются в само сидение. Перед коленями у меня кулак с небольшим, может быть, запасом. Здесь, конечно, не хватает угла наклона подушки. Ноги слегка висят. И не хватает именно длины подушки до моих коленей. Но, опять же, это прощается, поскольку это гольф-класс, это хэтчбэк, достаточно компактная машина. Подлокотники удобные, широкие. Остекление здесь также отличное, поэтому обзорность хорошая. Над головой места более чем достаточно. Вот в районе 7-8 сантиметров запаса. При моем, опять же, росте 175 сантиметров. Но центральное место такое относительно условное. Хотя посадить кого-то и перевезти, тоже, я думаю, что проблемы не будет. Дефлекторы климата. Отдельная регулировка холод-тепло, отвечающая за вот этот средний ряд обдува, который идет вам в лицо. Тоже приятная мелочь. То есть, по сути, 2,5 зоны климата. Ну и 12-ти вольтовая розетка. Спинки сидений закрыты пластиковыми щитками. Есть сеточки, есть кармашки в дверях и даже такие относительно более-менее полезные выемки. Ну и каких-то других, наверное, интересных вещей я вам здесь не покажу. Ну а что еще ожидать от хэтчбека гольф-класса? В целом, на мой взгляд, задний ряд здесь вполне удачный. Единственное, немного вот этот вот угол наклона спинки немного вертикален. Будет возможность его хотя бы откинуть, хотя бы регулировка по углу наклона. Это было бы действительно полезно и улучшило бы удобство перевозки пассажиров в этом автомобиле. Ну вот BMW нечасто может позволить себе пойти на поводу у потребителя и сделать уж слишком много каких-то удобств. Всегда что-нибудь, да и надо не то чтобы подсэкономить, но подзажать скорее. Багажник. Около 360 литров его объем. Есть кармашек, куда можно убрать аптечку. Там же находится знаковаренной остановки и прочий инструментарий. Есть сетка, которую можно растянуть по полу багажника. Руководство по эксплуатации. Еще одна сеточка и кармашек. Крутые одни из самых лучших крюков и депакетов, которые только могут быть наверное в автомобилях. Действительно лучше этих крюков я пока что не встречал. Мне очень было удобно им пользоваться. Подполье, в котором спрятан аккумулятор и там же у нас предохранители. Ну и соответственно крюки. Вот эти крюки, они открываются. Здесь тоже есть крючки. За них можно что-то зацепить, растянуть, чтобы не болталось по багажному отсеку. Спинки, как рассказал, 40-20-40 могут складываться. В целом к багажнику единичек у меня претензий нет. Он меня выручал очень много раз. Будь то какие-то строительные перевозки, там мешки, не знаю, с чем-либо. Или там шкаф из Икеи в коробке, телевизор большой. То есть без проблем. Я иногда покупал, не подумав. И только подходя к машине, осознавал, что машина-то у меня все-таки маленькая. А влезет ли это вообще все в багажник. И, на мое удивление, всегда влезала. Хотя сейчас я бы так, наверное, рисковать не стал. Но все же, действительно, единичка в этом плане очень прагматичный, хороший автомобиль. Ну и напоследок заглянем под капот. Под капотом у нас стоит полуторалитровый, трехцилиндровый двигатель B38. Рассказывал в предыдущем обзоре единички красного цвета, которая была. Но, повторюсь, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Двигатель отличный двигатель, надежный. Проблем по нему я лично ни разу не слышал, что уже говорит о многом. Хотя покупателей, кто у меня лично забирали автомобиль с таким двигателем, было достаточно много. И уж какая-никакая статистика могла бы собраться, будь с ним действительно определенные проблемы. Да и в целом в интернете, если вы даже попытаетесь найти какие-то мало-мальски серьезные с ним нарекания, ну не найдете. Потому что, действительно, двигатель хороший. И уже обкатан на многих моделях BMW от мини-куперов до там первой, второй, третьей серии. И даже X1, X2 тоже устанавливается двигатель. Ну и там всевозможные. Актив Туреры, вторая серия в Европе, Гран Туреры. То есть, движок проверенный, движок хороший. По факту, это модульная платформа B, вот B38, B48, B58. Этот двигатель является ровно половинкой вот рядной шестерки. Если взять два вот этих B38, грубо говоря, состыковать, то это будет рядная шестерка, B58. Каждый цилиндр ровно по пол-литра. Ход поршня, именно вот эти параметры, они универсальны. Диаметр ход поршня, они универсальны, поэтому эти двигатели называются модульными. То есть, в зависимости от количества модулей, от количества цилиндров, у вас и получается итоговый объем движка. Расположен он ровно, прям в колесной базе целиком. Еще раз подтверждает отличную разрисовку автомобиля. Но остается очень много места свободного, не занятого, поскольку здесь могла бы стоять рядная шестерка версии M140. Но у нас машинка все-таки чуточку попроще. Горловина омывайки расположена удобно. Единственное, что заливать ее неудобно, то, что вода уходит туда вбок. Плюсовая клемма аккумулятора, минусовая клемма, массозаливная горловина, щупа. Здесь нет, щуп электронный. В системе автомобиля вы можете посмотреть его уровень. Шумоизоляция в целом неплохая, и сам двигатель закутан в эту шумку. И капот тоже имеет шумоизоляцию. Поэтому в целом, опять же, по меркам гольф-класса, в данный момент, наверное, единичка уже не лучшая. Сейчас ушел новый А-класс, я на нем не ездил. Может быть, он стал тише, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, учитывая текущие тенденции Мерседес. В предыдущем поколении Ашка была громче, жестче, при этом управлялась хуже, и было какое-то непонятное желание сделать ее типа псевдоспортом, а по факту спорта там было очень мало. Я всегда говорил, что мне в этом классе, именно в среде гольф-хэтчбэков, любых вообще, единичка нравилась всегда больше всего, и это не только то, что она мне была во владении, но потому что я часто их сравниваю, даже на обучении ездил, где были конкурентные сравнения, и самое близкое, что я бы поставил в плане соотношения комфорт, шумоизоляция, плавность хода, реакции, рулежка и так далее, самое близкое, самое толковое это седьмой гольф. Тоже действительно хороший автомобиль, который, на мой взгляд, очень сильно подводит коробки передач и некоторые движки, но это отдельная история, все равно в остальном машина хорошая, будь в гольфе восьмиступенчатое ZF и какой-нибудь двигатель, да даже можно стоять на те же самые движки, наверное, это была бы более удачная с точки зрения продаж машины, и я бы с удовольствием какой-нибудь GTI или Golf R себе, может быть, и присмотрел бы, но поскольку там DSG, ну извините, нет, восьмиступенчатое ZF, это все-таки совсем другая и более интересная история. Подводя итог, что вы получаете, приобретая вот такую единичку на излете своей жизни, она вот все уже, по сути, последние остатки автомобиля распродаются, больше мы заднеприводного Golf-класса, заднеприводного хэтчбека никогда, наверное, не увидим, если только не говорить про какие-то электромобили, там всякое может быть, ну посмотрим, время покажет, но в ближайшей перспективе уж точно не увидим, и машина хоть уже не совсем молода и немного устарела на фоне конкурентов, но при этом все равно в М-пакете в таком обвесе смотрится красиво, смотрится дорого, смотрится явно дороже, чем она фактически стоит и не требует никакой доработки внешности, то есть нету сразу желания сюда поставить черный нозрик, потому что они уже стоят, нет желания поменять колеса, потому что они и так лучше, чем то, что вы можете купить, чем любые колеса, которые вы можете купить, нет желания менять как-то оптику, здесь в ней все тоже отлично, да и по салону в целом, ну куда у вас могут дойти руки, это только, наверное, поменять центральный дисплей, хотя опять же, логики я в этом не вижу, ставить за 100 тысяч мультимедийку с навигацией, которую вы не будете пользоваться, ну не самое, на мой взгляд, правильное решение, лучше поднакопить и через пару лет приходите ко мне за следующий BMW, может быть за единичкой, может за чем-то и постарше, поэтому если вас машина заинтересовала, пока что они есть в продаже в небольшом количестве, в небольшом ассортименте, на них отличная цена и на мой взгляд, это лучшее время для покупки, вот именно сейчас действительно самое правильное время для того, чтобы поменять свой автомобиль и на ближайшие пару-тройку лет получать удовольствие и забыть о поисках автомобиля, поисках какого-то идеального баланса, здесь баланс, на мой взгляд, выдержан отлично, кстати, гарантия, если кто-то не знает, 24 месяца без ограничения пробега и третий год, он идет как постгарантийное сервисное обслуживание, там уже есть ограничения по пробегу до 200 тысяч, 200 тысяч надо работать таксистом, чтобы накатать, поэтому вряд ли это кого-то смутит, то есть по факту можно сказать, что три года гарантии, и в целом это вполне достойно, на мой взгляд, более чем, чтобы купить эту машину, покататься, ну и сами знаете, потом трейд-ин, новые BMW, с BMW очень сложно пересесть на что-то иное, это подтверждает огромная армия фанатов, любителей, поклонников наших автомобилей, спасибо всем за просмотр и пока!